всем привет уважаемые коллеги электрики уважаемые зрители видеоканала советы электрика 29 30 августа в стерли тамаке проходил форум электромонтажников где я участвовал присутствовал впервые я был на таком мероприятии буквально вот совсем буквально пару часов назад я вернулся оттуда с поезда буквально с пылу с жару записываю вам это видео даже вот подриться не успел еще даже такой вот небритый 28 числа я уехала в стерли тамак через уфу и вот буквально вот сегодня 1 сентября я вернулся обратно домой так как нет далековато до туда примерно там 1000 километров дорога дальняя ну не суть хочу вам рассказать что там было и и вообще интересно это ли и не не интересно в первую очередь хочу выразить огромную благодарность организатором этого мероприятия ребята постарались на славу я даже не представляю сколько это им стоило сил нервов и денег я-то видел вот реально это такая нервотрепка когда на ходу все меняется были были конечно и не увязки там почему-то спонсоры некоторые последний момент слились из-за этого всем всем было как сказать неуютно так скажем потом погода нас немножко подвела холодно стало солнца не было дожди кино расслил так знаете но несмотря на это настроение у всех было замечательное классное позитивное ребята встречались общались веселились вообще вот смотришь со стороны и радуешься вообще классно так то есть благодарность первую очередь денису васильеву город стрелитомак и его помощником алексею федотову там еще ну извините ребята кого не укажу это в первую очередь второе во вторую очередь что я хочу сказать это я хочу сказать производителям те кто не присутствовал или кто решает присутствовать или нет на таких на таких вот мероприятиях кстати вот кепочку там такую дали всем участникам мероприятия беленькая кепочка от компании техноавия кстати которая выпускает спецодежду так вот уважаемые производители я вам настоятельно рекомендую посещать такие мероприятия в первую очередь это нужно вам как бы это странно не казалось я это видел на примере других производителей которые там участвовали не буду долго рассказывать это такая ну длительно можно об этом говорить например компания квт от нас она получает замечательную обратную связь в частности вот при ее представитель замечательный человек константин разноглазов настоящий профессионал своего дела внимательно нас выслушивал электриков внимательно слушал наши замечания предложения отвечал на них брал на заметку он постоянно усовершенствует свой инструмент ну компания квт усовершенствовать свой инструмент увеличивать ассортимент все это естественно влияет на продажи а что вам еще нужно естественно чтобы ваша продукция была качественна и пользовалась спросом поэтому уважаемые производители даже не надо раздумывать мой вам совет участвуйте в таких мероприятиях это будет полезно и нам как пользователям вашей продукции так и вам имея качественную обратную связь от нас от электриков так ну вот это значит два момента третий момент ну давайте расскажу что там было какие производители там были из чего начиналось и чем закончилось и что вообще на этом мероприятии было интересного а интересно было все причем практически круглосуточно днем было официальное мероприятие вечером начиналось неофициальное мероприятие было классно здорово и весело ухо хочется честно говоря и так присутствовала я вот посчитал 10 производителей по-моему никого не упустил по модульке автоматы диф автоматы узо были шнайдер электрик ну и еще у компании евроавтоматика там у них тоже модульной серии всевозможные реле времени там реле напряжение и так далее присутствовали то есть компания шнайдер электрик а компания евроавтоматика финфи из беларуси кстати мне очень понравилось я впервые значит присутствовал на презентации этой компании евроавтоматика очень понравилось очень широкий ассортимент есть над чем поломать голову с инженерной точки зрения это и системы умный дом решение для дистанционного управления и контроля всевозможные терморегуляторы датчики тока напряжения там все что угодно там такой каталог вот так где он у меня целый каталог дали от евроавтоматики здорово молодцы ребята и обучение там предлагают и все 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 там шикарно очень-очень мне понравилась презентация с интересом очень послушал ну и соответственно все компании там очень хорошо представляли свой ассортимент рассказывали интересно было слушать и самое главное здесь же мы могли подойти представили как представители компании задать свои вопросы и получить ответы на любые свои вопросы вопросов было очень много очень много шнайдер электрик представили модульное оборудование декрафт я тоже давно хотела послушать по декрафту по изи 9 они еще рассказали ну по изи 9 у меня есть вебинары можно посмотреть кому интересно попытаюсь здесь подсказочку поставить в видео и электроустановочные изделия от атлас и уника тоже интересная вещь дальше производители приехали из города зеленограда омега-даймонд это бурение и сверление железопитомных конструкций там их буквально на улице потом обступили все пробовали инструмент сверлили бурили классно замечательно затем спецодежда представляла техно авиа я с интересом с большим интересом посмотрел даже померил вот фотографии вставлю куртки спецодежды и перчатки обувь классная качественно нашего российского производства ничем абсолютно не ступающие там каким-то зарубежным аналогом и вот и даже вот у нас в морска урала какой спецодежды выдают это ни в какое сравнение не идет со спецодежды от техно авиа очень удобная и очень качественная дальше значит электро инструмент соответственно представлял у нас макита хилки милуоки электро инструментов очень классно всем понравилось как себя ведет макита компания макита электро инструмент ну все было замечательно всем понравилось были вопросы к компании милуоки вернее не к компании милуоки а к ее представителям которые туда приехали к сожалению не себя не очень но не очень понравилось как они себя вели даже инструмент практически не давали там трогать и пользоваться ну да ладно так ну и ручной инструмент квт квт мы там с сергеем понагушиным провели полдня с компанией квт все внимательно посмотрели попробовали очень подробно разговаривали долго с константином разноглазовым представителем компании квт даже запись записали интервью я попробовал впервые в жизни взять интервью у константина разноглазого вот но в дальнейшем я это покажу также два вот таких вот мультиметра от компании квт тоже я потом попозже сделаю обзорчик для себя взял маркеры квтшные хорошие маркеры я попробовал на пвх очень качественно ну пишут и очень плохо стираются практически не стираются перчаточки вот такие квтшные монтажника а константин мне подарил большое ему спасибо будем пробовать вот дальше значит дкс компания дкс также присутствовала проводила там конкурс разыгрывали они свою продукцию я к сожалению там у дкс практически не участвовал ну потому что невозможно все везде одновременно смотреть и видеть так кого еще не упомянул компания и биби тоже была к сожалению тоже не попал на и биби я был в это время и было в это время с квт вот так ну вроде бы я всех упомянул приехал я 28 числа 28 августа вечером там мы встретились с серёгой понагушиным была долгожданная встреча кто вконтакте в моем профиле видел фотографии долгожданная встреча с серёгой понагушиным я наконец-то с ним увиделся вживую как и ожидалось вот такой же большой и веселый интересный серёга привет если смотришь затем мы хотели пройтись по уфе встретились мы в уфе но к сожалению погода подвела и мы на машине буквально немного проехались побывали у памятника салавату юлаеву там сфотографировались и потом поехали в стерлитамаг на место встречи на форум там все собрались вот к сожалению погода нас подвела было достаточно холодно но зато было весело затем 29 начался сам форум там открытие было торжественное мероприятие спасибо большое огромное генеральному спонсору урал энерго замечательная компания головной офис в городе ижевске я с удовольствием ее упоминаю потому что они очень и очень помогли и выручили адекватная компания реально хорошая спасибо вам огромное за помощь за то что мы смогли благодаря вам все встретиться между собой и с производителями и затем 29 августа начались уже встречи презентации мастер-классы между различными производителями опять же к сожалению из-за погоды пришлось где-то в одном месте все так компоновать где-то под крышей что не очень было удобно но все прошло замечательно электроинструмент хилти макита омега даймонд конечно пробовали на бетонных блоках железобетонных блоках на улице сверлили там сверлили бурили обменивались мнениями отрица также 29 30 числа а нет да евроавтоматика презентовала свою продукцию рассказывали какой у них ассортимент основные компоненты ассортимента и по системам умного дома достаточно подробно остановились очень интересно было послушать что можно сделать в своем доме благодаря их продукции и как можно на этом зарабатывать есть координаты обращайтесь то есть системный умный дом их можно устанавливать и зарабатывать на этом деньги и причем достаточно это совсем не сложно в плане вот программирование там какого-то да вот система умный дом в принципе определенный комплект идет где устанавливаешь на планшете это все программируешь достаточно несложно и зарабатываешь деньги вот зачем внимательно очень слушали мы шнайдер электрик по декрафту и по изи 9 и по электроустановочным изделиям затем что там у нас компания дкс вот но по дкс я сказал что в это время был у квт поэтому я не присутствовал на презентации но ребятам очень понравилось тем более затем был конкурс в конце конкурса разыгрывали приз и этот приз вытянул саша вяткин компания госплюс так было удивительно из восьми длинных этих зубочисток саши вяткину в последующую очередь досталась короткая зубочистка уникальный человек вообще ему везет привет саша если ты смотришь вот что у нас дальше так сейчас я свою шпаргалочку посмотрю а ну да 29 еще по техно авиа мы смотрели спец одежду очень интересно мерили как раз холодно было мы это все померяли погрелись жилетки курточки там обувь и так далее то так то так ну в принципе это все я вот по по производителям все рассказал дали нам всевозможные подарочки каталоги раздавали вот щилки компания щилки дала вот такой календарь только почему-то к сожалению на 2019 год но наверное надо на 20 год еще нет либо не сделаны либо либо по каким-то другим причинам но ничего 4 месяца осталось принципе пригодится календарь затем значит привезли мне вот такую книжечку по маркировке буду я не тоже обзорчик попозже делать все это я вам покажу расскажу это готовая маркировка при электромонтажных работах это в щите и маркировка кабелей вот это все будет будет папа сжа цель то моя сегодняшнего видео это первое впечатление свои сказать так сказать с пылу с жару пока они не забылись выразить благодарность и сказать что это мероприятие очень полезная и для вас дорогие друзья кто в дальнейшем увидит что будет проводить подобный форум электромонтажников электриков тем более если будет проводить это стиле тамаки либо в уфе обязательно приезжайте будет интересно интересно и плодотворно вы узнаете много много интересного непосредственно от производителя получите достаточно много знаний тем более вы сможете напрямую пообщаться со специалистами вот там саша вяткин был виталий шкапин команда госполюс николай поляков я с удовольствием с ним пообщался молодцы ребята вообще классная позитивная такие вообще мне понравилось и общаться виталий шкапин тот вообще консультировал мне кажется круглые сутки как и зайдешь они там столовой сидят за столом его обступает вопросы задают на улице выйдет покурить его там обступает вопрос задают потом вечером мы с ним встретились вопросы обсуждают обсуждать чуть не до утра мы просидели все нюансы обсуждали там по пенпроводнику по заземление систем тнттт не во всем я с ним согласен спорили спорили соглашусь спорили бы до утра у меня просто глаза стали слепаться и виталий увидел что я засыпаю но человек вежливый культурный попрощался все мы даже с ним на коньяк поспорили по одному вопросу короче говоря было здорово ходили вечером в баньку в баню сходили попарились погрелись потому что погода холодная потом опять общались жарили шашлыки ну конечно же основное это общение общение между собой мы познакомились познакомились увидели друг друга пообщались обсудили очень многие вопросы кто-то там даже и повеселился успел как следует но все было очень культурно очень позитивно но не обошлось и без негативных моментов к сожалению среди нас оказались как сказать то не очень хорошие люди электрики потому что у некоторых компаний подтянули инструмент грубо говоря утащили я бы хотел обратиться к этим людям но имейте совесть верните обратно но это очень некрасиво у мелоки по моему не достала после нашей встречи с электриками уровня уровень утащили и рулетку насколько я понял у дкс а утащили после конкурса кобелерез или кусачки это в карман положил утащил я не знаю ну но очень нехорошо неудобно перед ними и по моему у квт тоже из инструмента что-то пропало кто фотографии видел там разложенный инструмент на столах там но невозможно выследить ребята все пробуют там зачищает провода там это берут это берут ну как ты уследишь вот все чисто на совесть это понятно что у макиты у хилки там электро инструмент в карман не положишь а вот мелочевку почему-то подтянули ребята имейте совесть кто видит это видео пожалуйста верните верните не надо так делать вот ну и второй негативно такой осадок остался это от того что вот слились так скажем пара спонсоров 2 или 3 точно не знаю не вдавался но мне это и не говорили в подробности из-за этого ребятам было было некомфортно проживать в том месте где мы жили вот но остальным все было здорово все замечательно я с удовольствием общался с сашей вяткиным с виталия шкапиным но со многим другими там фотографировались сидели за столами кушали шашлык играли в теннис ходили в баню но представляете заходишь в баню там почти голая это команда госплюс например сидит или денис васильев так что очень здорово и очень интересно но вот на этом у меня все вкратце я снял с первого дубля не стал ничего там резать сценарий делать вот какие у меня на данный момент впечатления есть я всех сказал пишите комментарии задавайте вопросы переходите смотрите фотографии в группе я ссылочки в описании все скину вот на этом у меня все ждите следующих видеороликов с обзорчиками всего доброго до свидания всем пока пока